всем привет уже четвертое воскресное видео начинается с этого цветка но уже все видят да вот наконец-то пришел тот день когда я могу сказать что пункта то отцветает сегодня пятница значит вчера был четверг а зацвела на в четверг ровно три недели 21 день на 22 она решила отцветать есть фотография вчерашняя можете видеть что еще она была почти в полном цвету но всему приходит конец пункта отцветает теперь я вспоминаю свои предыдущие истории когда цветы отцветали за один день в чем же была разница тогда они цвели летом может с этим тоже что-то связано а почему сейчас тут все так шумит дальше видео будет без шума просто раз уж все включено покажу вам как у меня работает вентиляторы потому что я и поливала мне тут осталось только нижнюю полку полить и вот эту нижнюю полку а все остальное было полито и обработка по листу все было влажно в брызгах значит что у нас тут шумит первую очередь мой большой вентилятор который вот здесь вот он только кажется таким грозным но мне кажется все таки мощности ему не хватает хотя он дует всего лишь на два метра наверху вот лампочки они моргают но мы потерпим да может вот так вот это тоже вентиляторы я вам про них рассказывала они обдувают мне этот угол и докуда доходят до эту стенку с блочниками вот этот верхний вентилятор он дует только прямо он на бока тут вообще никакой ничего не дует вот этот угол у меня к сожалению не обдувается еще вон там вот в углу есть лампочка которая уже не светит но вентилятор там работает так что тот угол у меня обдувается той лампочкой как видите все вокруг шевелится ну и самый главный мой помощник сейчас это осушитель воздуха и здесь очень мощный поток воздуха причем теплого верхний вентилятор ну и все эти они дуют холодный воздух вернее обычный воздух а вот отсюда воздух идет обогреваемый так а дальше продолжим уже наверно завтра в субботу как обычно я буду снимать хотя ну честно ничего нового не цветет то мы всегда найдем что показать не правда ли так что про вентиляцию вот я рассказала когда три часа назад я закончила поливать как видите все уже сухо нет в горшках конечно полно еще воды но на листиках в пазухах уже все высохло кстати подумала возможно вам будет интересно что вот сейчас после полива температуры у меня сейчас 21 и влажность так на самом верху у меня 76 а на этой полке 69 интересно почему что у нас датчик он там вот наверху показывает что там влажнее чем здесь внизу ну ладно ну вот вот так вот и это хорошо потому что обычно у меня раньше без осушителя при поливе было 95 я уже очень довольна такой влажность вчера вернулся наш папоротник домой он на лето выезжал можно сказать на дачный отдых как видите конечно выглядит он сейчас шикарно ну и мое место за кухонным столом опять как в кустах я вся в зелени занимает он сейчас еще больше места но кто переживал за него все с ним в порядке вот такой вот у нас опять супер зеленый уголок а еще хотела показать приволок мой муж из садового центра как вы думаете что приходит и такой с восторгом лена ты представляешь есть такие растения которые не надо сажать и не надо поливать я говорю да ты что так что у меня тилансия я не могу сказать что первое потому что первое кто помнит я давно ее не показывала у меня тилансия вот это которая в горшке у нее прежде всего я ее получила в подарок от какого-то садового центра когда делала заказ с орхидеями две детки хорошо растут и она была посажена и так вот как-то знаете для меня растения но оно должно быть посажено так что вот моя первая тилансия она хорошо себя чувствует может когда-то и зацветет тут рядышком белинка но она уже отцветает а теперь вопрос куда и как примостить тилансию идти надо найти какое-то постоянное место и как же я поливать это мне надо опять сидеть изучать но разве что мариночка подскажет так тут какой-то у меня есть крючок так вот красиво то мы ее поставили а полив как или и не надо поливаться так что есть у меня теперь уже и тела сегодня воскресенье ну и это уже остатки цветения что ну вам показать не знаю ну будем следить что же у нас тут вот будет цвести пальчики крестиком это очень долгожданное цветение для меня но тут еще нужно подождать так здесь у меня гибриды не афинете растут так и мне нравится вот эти корни вот такая вот посадка в корзинку сам хом я считаю очень удачная я экспериментировала с этими корзинками из котлеями и должна сказать отказалась от этого пересыхает все в этом быстро ведь я же не поливаю каждый день а вот если мог то мы можем тут совместить и достаточная влажность и под наблюдение за вот такими вот змейками как это здорово наблюдать и полив тогда легче не надо погружать и замачивать час-два потому что пересыхает сильно так как мог выполнять всю функцию побрызгал и уже влажно и одновременно можно видеть как корешки забавно оплетают встречаются ну что я вам покажу сегодня абсолютно ничего но так как просят быть регулярным в показах каждое воскресенье сегодня тоже не получилось выставить видео с утра потому что вчера у меня не было времени его снимать а сегодня воскресенье такой легкий день так все еще цветут как посмотрите до лоса дурика это такие долгоцветы и рентелла цветет чуть чуть короче ну тоже еще все цветочки ну вот эти наверно будут первыми отцветать и это красотка вы знаете они так пахнут всем замечательно и все по-разному вот это пахнет сегодня тюльпанами пожалуйста не помню чтобы раньше все они красотки а вот и рентелла она не пахнет на но она и так хороша последний цветочек даяны помилу я уже брала а так вот все те же тут тоже один цветочек есть цветоносые но это еще когда будет посмотрите даже цветет еще максимум тут вот тоже ожидаются бутончики очень радует меня эти дендробиума особенно вот этот розовый не знаю как передается правильный или оттенок но он даже такой более лиловый холодный холодный розовый настолько мне он нравится и как хорошо что я тогда умудрилась купить два экземпляра вернее ты один из них поехал моей подружки тоже был такой в плохом состоянии они у нас потом долго восстанавливались но у нее я уверена что восстановились гораздо быстрее чем мои все в бутонах этот красненький ну что ж тоже цветет тоже радует ну и что что долго это ведь не повод не показывать так что вот это маздевалия висит здесь эти цветы я не срезала а у нее все тот же запах аммиака но не такой сильный ну вот просто надо укунуться в эти цветы чтобы почувствовать что я конечно не делаю только иногда когда проверяет передумала может она так дивно пахнуть висит не думайте что она совсем бездомная не ароматит на всю теплицу и на том спасибо так лептотис уникалор зацветает тоже очень нежные цветочки еще в бутончиках расцветает вот такая от малышка это очень очень маленький сохранитесь да вот у нас тут еще тоже новое чудо распускается лаэлия и романи она такая вот она очень необычная очень редкая не поймут эти лепесточки уже такие тонкие кажется что отцветает но она только-только зацветает это ее первое цветение возможно она тоже будет недолгим наверху фабия уже все а это еще смотрите какая замечательная и грибокия не берет красивая такая губа понемножку начинают у меня бутонница на целлогины это еще и лавристиана но тут тоже надо подождать пока